Всем привет ребята, с вами Андрей Чент и да это обмен с женами, с радостью читаю ваши комментарии, подписывайтесь на канал, а перед началом хочется вам порекомендовать тех ребят, которые сделали мой Mercedes E-Class намного лучше чем он был. Как вы знаете в нашей семье появилась новая машина Mercedes E-Class и первое что я начал искать это где сделать тонировку автомобиля и какую пленку выбрать. Как всегда я полез на ютуб и понял что пленка Lumar это топ на рынке и я точно знал что хочу именно ее. Дальше стояло следующее задание найти проверенное место где смогут эту пленку поставить и обязательно не подделку. Я был приятно удивлен что в Киеве есть официальное представительство Lumar. Скажу для других ребят они есть и в других городах тоже. Сказать что я остался доволен это ничего не сказать. Качество и профессионализм на высоком уровне и когда я уже забирал машину я узнал что Lumar делает еще и защитные полиуретановые пленки которые не дают машине внешний износ и защищают ее от царапин. Она гидрофобная и самовосстанавливающаяся. Царапины при контакте с горячим воздухом растягиваются и гарантия на пленку 10 лет. Также я еще сделал защиту кожаных сидений керамикой и поставил защитную сетку в бампер чтобы защитить радиатор. Так что ребята с радостью вам рекомендую ребят и компанию Lumar. Переходите по ссылке в описании и сделайте подарок для своей машины. Сегодня в программе. Если чувства заметно охладели. Выход один. Паковать чемоданы в новую жизнь. Продавщица из сурового Челябинска. Ягуру секса. И барышня из культурного Петербурга. Клакаешь. Поменяются городами. Дороги назад нет. Домами. Б***ь себе. И семьями. Чтобы вернуть свою любовь. Как в сказке. Или разрушить последние надежды. Начинаю сплить. Обмен с женами. Самый скандальный выпуск сезона. Не бесить. Смотрите прямо сейчас. Ничего хорошего ждать не стоит. Челябинск. Граница Урала и Сибири. Край заводов вечного смога и знаменитого Челябинского метеорита. Здесь в суровых условиях 11-метровой коммуналки живет чета Подшиваловых. Временно безработный Иван и кормилица семьи. Сотрудница зоомагазина Юлия. Ваня работал фитнес-тренером. В какой-то момент он решил уволиться со спортзала. Начал погружаться. Ну что-то он уже на фитнес-тренера так себе похож. Наверное, давно он уволился. Творчество. Писать. Разные сценарии. Обычная работа мне неинтересна. Я вижу себя в сверху кино. Ёль. Что? Ну ты можешь не шуметь? Сценарист. Своими шагами, своими шортами. Иди на улицу пиши-то. Закрюбал. Где там тебе писать буду? Ну что, лет, что ли? Иди садись, ешь. А коммуналочка у нас еще не было в обзорах. Приходится работать в магазине продавцом. Но я люблю Ваню, поэтому готова гарнить семью. Чтобы дать ему возможность развиваться сейчас. Но чувствую, что не ценит этого он. Бывает этот разговор, что нужно что-то то, нужно что-то то. Но она знала, на что она идет. Как бы никто никого не держит, в трубе не привязывает. Ты ездить будешь сама? Нет, ешь. Я попозже поем. Что ты туда две тарелки положила? Ну мне неудобно там с тобой сидеть. Стул вообще-то один. Поешь, потом я поем. Пока Юля готова отдать и последний стул, и последнюю рубашку, Ивана заботят только его творческие поиски. Непонятно, сколько еще Ваня будет заниматься написанием своих сценарий. И добьются ли эти сценарии вообще признания когда-то. А денег с этого никакие не приходят в семью. А жить в коммуналке, это просто вообще отвратительно. Тебе нужна ванна, ванна, занята обязательно. Постоянно что-то становится меньше, шампунь резко кончается, бальзам для волос. Ваня, где паста? Там должна быть. Там это где? Уже кто-то почистил. Как обычно, на полочке те же еще. Опять эти соседи. Нету! Я хочу завести ребенка, но я понимаю, что мне просто его некуда заводить. Потому что сюда его не принесешь. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос в таких условиях. Очень хочу, чтобы Ваня наконец-то устроился на работу. Мы смогли заработать деньги на новую квартиру и тогда уже родить туда ребенка. Ну, я вроде как ее предупредил. То есть, как бы написать полный метр. Но, сами понимаете, это не быстрый процесс. А это Санкт-Петербург. Нравятся мне такие мужики. Ну, она знала, что нашла. Я сразу же сказал, что типа, может стрельнет, может нет. Поэтому мне нравится валять сюда. Город разводных мостов и широких площадей. Здесь вот уже 4 года в просторной трешке строит свое семейное счастье чета монаховых. Папа Павел. Просто, как мне кажется, чувак реально мог бы найти какую-то работу и параллельно писать свои сценарии. Ну, 100% он не сидит 12 часов в день с утра до вечера, чтобы писать текста. Ну, вот хоть убейте меня. Это просто такое желание у чувака. Кстати, к вопросам трудоустройства в этой семье тоже подходит с питерским размахом. Год назад я прослался без работы, я попал под сокращение. Так совпало, что в этот момент мама переехала в другой город и мне досталась квартира. То есть у нас выпуск. И на общем семейном совете было принято решение сдавать эту квартиру. Я занимаюсь отречением клиентов, заселением их. После их отъезда это уборка помещения, глажка белья, стирка белья. Какая специфическая работа для мужика. Принимать квартиру, убирать, гладить. И все по новой. Меня очень устраивает работа моего мужа. Потому что когда он работал, полный рабочий день, получалось так, что я его очень мало видела. Буквально там несколько часов по вечерам. Я понимала, что меня это не устраивает. Решив одну проблему мужа, Полина столкнулась с новой, чтобы жизнь легкой не казалась. Оля, иди сюда. Что случилось, господи? Что дверь не закрываешь? Сколько раз говорю, закрывай дверь? Я готовила на кухне. Готовила? Чего ты готовила здесь? Пойдем покушаем, а? Жду тебя на кухне. Полина знает все причины моих беспокойств. Обычно у меня не в духе. Это когда я голодный. Что нервный. Да, тебе надо сразу же накормить. Да. А покушать я люблю и люблю вкусно покушать. Ну-ка, смотри, какие я тебе салатики приготовила. Винегретик твой любимый. Оп. И котлетки. Кофейку налить? Да. Хорошо. Я стараюсь предотвратить конфликт. Не, ну она такая, знает. Я такая, учите, бля, все три покушать. Он такой, иди в жопу, бля. Поэтому, если я вижу, что муж не в настроении, то, конечно, я сразу накрываю на стол, стараюсь его как-то отвлечь. А что случилось-то? Проблемный заезд, проблемный клиент. Он сломал нам диван. Он оставил грязный пол. Там лежали пельмени. Под диваном пельмени? Под диваном. В общем так, грязь, срач. Человек приехал отдыхать. Отдохнул. Отдохнул. Ладно, все. Она всегда делает вид, что все хорошо. Даже мою критику она умеет воспринимать и в каких-то моментах промолчать. Я на самом деле просто не обращаю на это внимания. Молодец. Юлия и рада бы не замечать некоторые раздражители, но на 11 метрах коммуналки нет-нет, а натыкаешься на поводы для ссор. Опять она тебе звонит? 11 квадратов. Смотри, кто. Че, бля, вытырвал это с корнем? Че она не звонит? Уже просто на репетицию пора. Опять на репетицию? Ты че до меня докопалась, а? Я пошел на театральную школу. В зависимости от коллектива у нас есть и мальчики, и девочки. Есть у нас общий чат. А, она ревнула, да? И как-то ненароком в общении с девушкой поставил смайлик. Юля это увидела и понеслось. Все там на курсах мы там. Вот так вот в жизни бывает смайлик поставишь. Как он человек так... Я случайно смайлик вообще хотел букву А нажать. Тут херяк смайлик, сердечко. Без понятия, что себе этот телефон позволяет. Все уже переб**ались друг с другом. Он постоянно задерживается с этой Мариной уродиной. Ух там Марина. Ну, Вань, ты вообще-то постоянно вот так вот не поевший, бегом на свою репетицию, как только Мариночка наша позвонит. В чем все вообще Марина? Вперед трусов своих. У меня есть ощущение, что он мне может изменять. Тебе не кажется, что это какая-то немножко паранойя? А историю с папиным юбилеем ты не хочешь рассказать? С чем? Праздновали в кафе, он на столе оставил свой телефон. Захожу в этот общий чат их группы. И Ваня мой пишет. Прям в этот же вечер, когда он со мной, со своей семьей. Я гуру секса. Кто не верит, пишите в личку, проверите. Это была шутка, Юль. Ну, это не смешная шутка. И никто на ней, кроме тебя, не смеялся. Для тебя, может, она не смешная. Даже твоя мама сидела со мной и в этот вечер плакала, потому что ты такой дебил. Марин своих целуй на курс. А? Марин своих целуй. Ты что пить завела эта шарманка, а? Тебе больше заняться нечем, что ли? Нечем. Я думаю, что Юля должна поехать в семью, где муж, наверное, вообще не ставит жену ни во что. По-моему, это то, из чего я уезжаю. Чем не пожелание счастливого пути от любящего мужа? А Павел, между тем, уже вовсю помогает Полине собирать чемодан. Слушай, я, наверное, возьму сарафан. Возьми. Настя. И параджу. Не надо, я там вообще не трошу. Стоп, дочь, стоп. Отойди, дай маме собраться. Все. Так, что у нас еще остается? Подарки. Возьми, конечно. Детям можно какие-нибудь там конфетки. Папе может быть что-нибудь посерьезнее. Повезло, папе. Не мне же. Следи, пожалуйста, за тем, что Настя ест. Потому что супчики обязательно, кашка обязательно. И не забывай, пожалуйста, Настюшку, потому что нужно ее высаживать на горшок. Каждый полчаса. Да. Несмотря на то, что все идеально, хочется какого-то перчинки, драйва. Потому что отношения идут ровно. Слишком ровно. Мы еще молодые с ней, хочется страсти, огня. А получается, как пенсионеры сидим. Возьми что-нибудь, это менее открытое. Ваня, она не открытая. Там прям сиски вываливаются. И что теперь? Может мне их вообще отрезать? Еще там нижнее белье комплект возьми красивое. Уже, Вань, уже. Одевайся тоже. А что, надо что ли? Что, провожать меня не пойдешь? Что, сама не дойдешь? Я бы хотела, чтобы Ваня был менее вспыльчив, более ласковый. Может быть, я какая-то не такая, что я его не сподвигаю на это все. Может быть, для другой девушки он бы это и делал. Опа. Все, давай. Хорошо, проведите время. Пока-пока. Спасибо. Вот у меня умничка. Девочку не обижай. Ну это как получится? Боюсь, что муж будет пожилой, старый, слишком взрослый. Мне кажется, мне будет очень некомфортно. Хотелось бы минимум двухкомнатную квартиру. Я вот, честно говоря, очень боюсь, что будет мало пространства. Хотела бы, чтобы были дети обязательно. Это, мне кажется, вообще очень здорово. Потому что сама хочу. И было бы интересно получить такой опыт. Волной страшно. Санкт-Петербург, Челябинск. Много чего слышала, но ни разу не была. Боюсь, себя настраивать по-плохому. Суровые челябинские мужики. Блин. Челябинск, Санкт-Петербург. Ура. На самом деле, это один из тех городов, куда я хотела попасть. Я думаю, что там люди суровые. Потому что в таких суровых условиях добрым людям просто не выжить. Ну, дороги назад... Да, посрала. Всех. Что ж, Полина, остается только собрать волю в кулак. Готовьте билеты, девушки. Путешествие начинается. Время в полете прошло незаметно. И Санкт-Петербург встречает Юлю ласковым солнцем. Был мой первый перелет. Мне безумно понравилось. Готова познакомиться с Питером. Ну и с семьей, конечно, тоже. Полину суровый предрассветный Челябинск не впечатлил. Что называется, без комментариев. Ну, обычный аэропорт, небольшой. Питер, на самом деле, очень красивый город. То есть здания вообще просто потрясающие. У нас в Челябинске таких не увидишь. Город вообще суровый. Я это уже по климату поняла. Поэтому думаю, что муж мне тоже достанется с соответствующим характером. Скорее всего, работает на заводе. Думаю, что он будет подкаблучником. Не знаю, вот мне так кажется. Очень переживаю, на кого оставила мужа. Надеюсь, приедет хорошая хозяйка, которая умеет готовить. Хочется, чтобы новый мой муж меня вывел на прогулку. Тем более, у меня скоро день рождения. Надеюсь, что все-таки меня везут не в деревню, не в поселок. Страшно. Смотрите далее. Здравствуйте. Если знакомство с новым мужем начинается на повышенном градусе. Что, может, мы выпьем? Я просто в шоке. Пожара не избежать. Я почувствовал запах горел. На хуй мне твоя хуй, да? Как потушить гнев. Я вот реально готов был ей втащить. И разжечь огонь страсти. У нас вообще есть шансы? Это будет очень сложно сделать. Фига себе, что вас там ждет и меня. Кому страшные ожидания, а кому радость от путешествия. Юля уже насладилась красотами Петербурга и подъехала к своему... Я думала, так все лайтовенько будет там. Ну, как-то начнут меняться. Тут это по приезду кто-то получит, да? Вижу дом старенький. Таких в Челябинске полно. Посмотрим, что внутри. Появилось впечатление, что я, по сути, Челябинск и не покидала. Дверь грязновата, конечно. Как себе домой. О себе. Простите. Какая большая. Тут есть ребенок. У меня будет ребенок. Какая прелесть. Я счастливая мамашка теперь. Привет, киса моя. Прямо как я хотела. И киса, и ребеночек. Ну, дом вроде бы выглядит прилично. Стеклопакеты. Ну, не знаю, я... Прилично. Не, ну, дом как дом. А неприлично мне просто это как? Это когда уже прям бетон отпадает от дома. Рада, что это многоэтажка. Потому что я боялась, что будет какая-нибудь халупа. Я увидела облезлый дом, но со стеклопакетами. Я подумала, если квартира будет большая, то... То есть у нее в понимании приличный дом, если есть хотя бы окна. То есть если стоит дом без окон... Все, неприлично. Может быть, мне все понравится. Окей. Да, добрый вечер. Ой. Комуналка? Два кота. Ничего себе. Не ожидала, что тут так будет мало места. А это одна комната, интересно? И все. Да? Все, добрый вечер. У меня была надежда, что может быть там хотя бы две комнаты. Есть какая-то потайная дверь. Все, что ли? Я не понять не могу. Я общупывала все стены. Я честно пыталась найти какой-нибудь еще вход или... Хотя бы балкон. Хотя бы его. Это все? Ну, видимо, детей тут нет. Еще и коты? Куча котов. Интересно, они не разводят ли котов? Может, у них гостиница какая-то или передержка? Три кота, кучу лотков, какие-то корзины. Ну, я представляю, на самом деле, какой там запах. Три кота, одна комната. Все срут. Балкона нету. У меня посуды раза в три больше. Это что? Это холод... А, нет, вон холодильник. А, вот и посуда нашлась. Я считаю, что посудомоечная машина для слабаков. Руками можно все... Блядь, как я таких людей ненавижу. Боже мой, посудомоечная машина для слабаков. Стиральная машина той же, кто ее придумал. Еще руками тоже нельзя сделать. Тешвейные машинки придумали. Вон, бабка у меня брала иголку и руками мандулила. Капец. Машины эти придумали. То сел в жопу, посадил и поехал. Автопятки. Вот нормальная машина. Блядь, быстрее и лучше. Шкаф большой. Очень круто это на самом деле. Это, знаете, это тот случай, когда человек себе позволить не может. И вот для того, чтобы как-то себя оправдать. Ой, знаете, вообще это бесполезная штука. Да, вот пылесос, блядь, придумали. Тянуть провод. Электричество. Что, нельзя взять веники подмести или что? Вообще-то. Ненужные вещи эти все, блядь. Я бы себе точно такое хотела. Так, вещички. Это интересненько. Все, она мне не нравится. Или просто она за мамой, либо за бабушкой это донашивает. У нас дома посудомойка, ребят, бомбит просто. Вот такая вот вещь. Я вам говорю, может кто-то не пользуется его проблемой. У нас жена от нее просто тащится. Снежка говорит, блядь, это, говорит, это лучшее, что придумало человечество. Я вам серьезно говорю, поставил все, не парися. Включил, помыло. Как стиралка, только с посудой. Просто уметь надо, ну поставить нужно. Потому что временами людям даже впадло взять тарелочку и в посудомойку поставить. Извините, блядь, сложно. Шали вязаные дореволюционные. Которые я бы на себя никогда в жизни не надела. Тут у меня закралась мысль, что живут в этой квартире пенсионеры. Это ты почем определил, что здесь живут пенсионеры? Так, кухня, видимо. Ага, микроволновка, холодильник рядом с постелью. Удобненько. Куча яиц, здорово. Пироги. Угу, наверное, меня ждали. Где вещи интересно расположить. Так, тут все под завязку. Тут тоже вроде места нет. Ах, даже не знаю. Я в таком шоке. Места нет. Где мне спать непонятно. Не знаю. Как непонятно? Он у кровати стоит. Только если на скамеечку сесть и поплакать. Так, это детская, как я понимаю. Теперь я знаю, что дочку мою зовут Анастасия. Тут есть вот это. Так, так, так. Ее что, 2 года, что ли, всего? Игрушек, мне кажется, очень мало для ребенка. Как-то здесь пустовато. Даже табуреточки для столика я не вижу. Я нашла табуретку. У Бози, у Бози, у Бози. Ты просто так оставила. Наверное, это все-таки тяжелое детство у ребенка. Мне действительно стало жалко ребенка. Если ребенок сядет голой попой на такой стул, он без доноза с него не сойдет уже. Ну, согласен, стул очень... Ванная большая. Ой, вот это вот я больше всего ненавижу. Вот это вот в сливе куча волос. Здесь волосы. Тут мне хотелось, честно говоря, расплакаться. Не знаю, как я тут мыться буду, честно говоря. Там все просто моются, потом всем насрать. А он тут и не прикручен, похоже. А как же ж я тут... А что так реально, я смотрю, унитаз прямо возле ванной стоит. Честно говоря, я в сплошном расстроении. Так, а что тут чашки делают? Ага. То есть в раковине тут я и умываюсь. Тут же я и посуду мою. Белье прям в комнате сушится. Прям как у нас, надо же. Телевизор, ну, вроде такой более-менее. У нас даже такого нет. Такие ковры обычно у бабулек. Кошмар, они бы что на стену его повешали. Я не знаю. Что это? Вот, что это? Что? Зачем? Зачем так много всего? Кровать просто как у пенсионеров. Может быть, это очень старые люди? Только не это, пожалуйста. Страшные опасения подтвердит или развеет семейный устав. Наша семья. Мама Полина Монахова, 29 лет, картограф. Вообще без понятия, что это. Создает карты. Я не знаю, может быть, это что-то связано с шитьем в прачечной. Я не знаю. Так, папа Павел Монахов, 32 года, частный предприниматель. Дети. Анастасия, 2 года. Когда я увидела возраст мамы и папы, я очень сильно удивилась. Я уже была уверена, что в этом доме живут старики. Да, старики, у них двухлетний ребенок, блядь. У тебя ума, конечно, как у ракушки. Сто пудов бабка в 62 решила родить. Папа Подшивалов Иван Петрович, 29 лет, временно не работающий. Будущий актер и сценарист. Будущий. Кто семью кормит? Мама Подшивалова Юлия Андреевна, 22 года, продавец в зоомагазине. Интересно, сколько семейный бюджет, исходя из этого, составляет? 3000 рублей. Честно. Ну, это маловато, как по мне, да, за неделю. То есть, там 1200 гривен, типа 3000 рублей. Чего? Говорят, я думаю, что в ближайшем будущем, наверное, детей они не будут заводить. С таким бюджетом, пока папа не начнет работать. Семейный бюджет 10 тысяч рублей, бюджетом распоряжается папа. Как бы не очень прикольно. Обязанности мамы. Начисто убрать, вещи постирать, на работу ходить, вкусно накормить. Вот тоже непонятно. Папа сидит дома, а мама кормит. Обязанности мамы. Ходить на работу. И я буду картографом. Кошмар какой. Боже мой. Так как мама работает на закрытом предприятии, то новая мама автоматически освобождается от подходов на работу. Ого! Вот она прекрасна, господи. Ох, спасибо. Я попала в отпуск. В принципе, как и хотела. Обязанности папы. Что-то вам не нравится. Театральную студию не пропускать. Ну вот что-то я вот тут не нашла. То, что папа помогает маме по хозяйству. Я бы такого, конечно, вот не потерпела. Не может женщина заниматься всем. Так, обязанности папы. Ведение и контроль бизнеса, ведение документации, уборка сдаваемой квартиры в аренду. У них еще есть квартира. Вселение-выселение гостей. Иногда, если мама не успевает, помощь по дому. Ну что ж, отлично. ПС. Мужа жирным не кормить, тенью следом не ходить. Это будет очень сложно сделать в этой комнате. По скрипту. В доме должны царить уют и чистота. На столе должна всегда находиться вкусная еда. Если папа не в настроении, его нужно обязательно накормить и минут на 20 оставить с одного. Знаете, это звучит как и рецепт. Когда что-то готовишь. Так, накормили. 20 минут. Подождите, у Хавел лучше там вот настоится. Потом можно приходить и говорить. Но он может быть не в настроении. Он просто еще со мной не знаком. Сейчас и проверим. Павел с дочкой уже возвращается домой. Добрый вечер. Немал новая. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Это вам. Спасибо большое. Я Юля. Это Настя. Привет. Давай за ручку поздороваемся. А ну смотрите, как рада мне. Хочешь, я с тобой останусь? Не всегда. Где наша мама? Ваша мама, к сожалению, в Челябинске. Ого. Дышит выхлопными газами. Надеюсь, здоровье у нее крепкое, иммунитет хороший. Наша мама у вас здоровье крепкое. Тогда ничего страшного. Тогда вернется точно. Папа был с цветами для меня. У меня было очень двоякое ощущение. Мне было очень приятно получить этот букет. Ну и, конечно, грусть. Потому что Ваня мне очень редко их дарит. В последнее время никогда. Ваня мне редко дарит. Никогда. Ну, редко вообще, да. Ну, Юшка, давай я тебе помогу. Давай. Давай. Это вы садика, да, сестра? Это мы съездим. Ага. А у тебя есть дети? Нет, у меня детей нет. Мы пока двигаемся в этом направлении. Мне как отцу это очень сильно не понравилось. Потому что Юля, ну, должна заменять маму. Скажи, какие условия наша мама оказалась? Твоей маме очень не повезло. Ну, как? Нет, у меня муж хороший. Просто в плане того, что он, например, не работает. В семье зарабатываю я. У меня муж хороший, и не работает. Муж решил попробовать себя в актерском мастерстве. Кодит на курсы. То есть он не работает, но развивается? Да. Творческая личность? Да. А ты кем работаешь? Сейчас продавцом. Для меня, как для мужчины, это было потрясение. Потому что я таких мужчин не понимаю. В тот момент мне стало жалко Юлю. Потому что она еще маленькая, глупенькая, и она еще не совсем понимает, что ее используют. Мы живем в комнате 11 квадратных метров. Там и кухня, и спальня, и гостиная, и все. Ванная с туалетом, одна на двоих соседями. Как вы там размещаете? Даже сложно представить. У нас еще три кота. Так что там полный аншлаг. Моей жене понравится. Я думаю, реакция будет шоковая. Скорее всего, она захочет домой сразу же. Мне самой оттуда хочется уехать. Угу, понятно. Полина, на удивление, из квартиры не убежала. Осталось дожидаться нового мужа. Иван заявился под вечер. Здравствуйте. Привет. А, я тут с подарками. Очень рада с тобой познакомиться. Меня зовут Полина. Заина. Меня зовут Ваня. Я готовилась. Я привезла подарки из Петербурга. А он не оценил, да? Муж. Без цветов. Без ничего. Первые впечатления у меня были смешанные. То есть, не положительные, не отрицательные. Нет, ну то, что как бы она привезла бухлишкой, это хорошо. Так, что, может мы выпьем за знакомство, чтобы немножко как бы разрыть обстановочку? Да. Куда уехала моя Юлька? Юля сейчас живет в лучших условиях. Она поехала в Санкт-Петербург. Трехкомнатную квартиру. Поэтому можешь не переживать за это. А я не переживал. За жену не переживала. Да, о чем не переживать-то? Слушай, хотела спросить. Вот ванна, туалет, это все как вот? Я просто думала... Это получается общие на две комнаты. Я до конца не осознавала, что вот это вот общежитие. И что кроме тебя еще кто-то живет. Ну прежде всего у меня отвращение. Скажем так, в общаге там, если я не ошибаюсь, тоже есть комната, только там туалет, ванна, точнее душ и кухня далеко не на две комнаты, а чуть ли не на весь этаж. Кто, ребята, в общаге живет, напишите в комментариях. Мне кажется, по-моему, как-то так там намного больше. Принцип похож на общагу, только здесь квартира разбитая на комнаты. Я не могу мыться в общей ванне. Ты сейчас не работаешь, да, я так понимаю? Нет. И ходишь на курсы актерского мастерства. Да. Просто я, честно говоря, из устава не очень поняла. Я очень поняла мамины обязанности, но как-то не поняла про папу, что происходит, ну, целый день с папой. Ну, вот он. Такой старый-старый холодильный, прям советский. Правда, я вечер обрабатываю с ней технику актерского мастерства. А сценарий? Телек такой большой. То, что ты пишешь, это что? Ну, это спортивная драма. Ну, это все не серьезно на самом деле. Как будто вот Юля какая-то мамочка, которая его обеспечивает и заботится о нем. А он вот такой вот свободный подросток, который себя ищет. Я привыкла, что если два человека в семье, они работают в упряжке, они тянут одно и то же. У них есть цель, они вдвоем впряглись и делают одно. С тобой такое ощущение, что ты вот ставишь выше свои интересы. Вот я, вот актерские курсы. Так потому что я личность, я потому что это делаю для себя. Думаю, что это разговор еще не на один день. У меня своя позиция, у тебя своя позиция. Ладно, давай пока будем меня располагать. Я думаю, мы постели матрасик и там уже разберемся. На полу? Или я буду здесь, а ты на полу? Ну, а куда его еще? Нет, ну, естественно, на полу как бы. Я на полу. Я еще не определился. Я не очень гостеприимный. Я просто в шоке. Это заметно. Я теперь думаю, а кто же поехал к моему мужу? Просто если верить поговорке, что муж и жена – одна сатана, то чего же ждать там? Не, ну это жестко на самом деле. Я тоже не понимаю в некоторых местах чувака. Где я буду спать? Ну, на полу будешь спать. В Питере Юлит пытается справиться с шоком от свалившейся на нее радости материнства. Настенька, давай спать. Ну да, но на самом деле что, что она такая чуть-чуть. Ты будешь на большую комнату, я буду спать. Противную. А вот это? На раскладушке. Ну ладно. Настя, ложись спать. А как мама? Где она вообще сидит обычно? Мама с ней сидит в постели. Садись. Укладывай. Отлично. Как сложно. Настя, пойдем. Ложись давай, давай спать, Настюша, давай. Опа. У ребенка стресс. Ну давай укладывайся, малышка, пожалуйста. Давай, баеньки. Мне кажется, это нереально вот так, знаете, ребенка усыпить вообще. Это ладно, у меня не получалось уложить чужого ребенка спать. У меня нет детей. Но тут же и папа не мог с ней справиться. Меня это очень удивило. Настя, ложись спать. Спать давай. Настя, давай на постель. У нас вообще есть шансы? Нет. После очередной попытки уложить Настю спать, мы поняли, что успокоить ее можно сейчас только мультиками. Это, конечно, очень плохо, но другого выхода не было. Настя, вот те мультики. Давай посмотришь спать? Иди на девочек смотри. Настя, давай баеньки. По-моему, ребенок просто еще не вымотан. Поплачь, Настя, поплачь и усни. Все, засыпай. Тут у меня закралась мысль, что ребенком, возможно, занимается только мама. Ты Настю вообще спать не укладывал? Не так часто. Может быть, попробуем выключить свет? Давай попробуем. Что со светом у нас не очень получается. А в Челябинске не очень получается решить вопрос, как двум незнакомцам и трем кошкам лечь спать в крохотной комнате. Жесть. То есть ты мне предлагаешь на полу, рядом с лоточком. То есть на кровати? Нет. А я где буду спать? На полу. На полу, да. Чего вдруг? Гостеприимство. Я тебе даже подушку дал. Уже нужно как бы... Спасибо большое. Спасибо сказать. Вот. А диалку надо? Надо. Ну, если будешь что-то говорить, вообще без изделки останешься. Потрясающе. Надеюсь, мой муж к твоей жене отнесется так же. Это моя точка зрения. Я так считаю. Бля, ну это жестко. Это, бля, противно так себя вести. А, бутылку все вдули, да? Я так понимаю, алкоголь. Если она пустая, бля. Если мы не знакомы и не будем знакомы, то и наплевать на тебя. Это мое мировоззрение. Твое мировоззрение наплевает в свое отношение по требованиям других людей. Важен только ты, чтобы ты спал на теплой постельке. А я могу поспать вот здесь на полу. Могу в 7 утра поехать зарабатывать деньги на то, чтобы кормить семью. Правильно я понимаю? Да. Потрясающе. Ой, какая мягкая кроватка. Это невоспитано. Я просто не знаю, как реагировать на такое. Ну, это трэш, да. Капец вообще. Это реально это трэш. Мне вообще такое отношение не нравится. Я не буду играть по твоим правилам. Я тебе серьезно. Только по моим правилам ты в этом доме будешь жить. Поняла? Я не знаю, как с тобой еще нахрить. Остер, бля. Все, урод, закрой свой и спадл жизнь давай, а? В смысле закрой рот? В прямом смысле. Пи***ц. Бля, какой мерзкий чувак. На утро ночной кошмар не развеялся. Полина проснулась на старом матрасе в компании трех кошек. Вань, Ваня, который час? Час я здесь. Я уже опаздываю, слушай. Час завтрак-то готовишь мне? Какой завтрак? Готов на отсюда нагромить. Какие коты? Ты не понимаешь, что я проспала? Выспалась я, не выспалась. Никого это не интересует. Нужно идти на работу. Потому что график жены никто не отменял. Че, она ничего не будет готовить? А можно мне в ванну? Я опаздываю уже. Иди, опаздывай, занятый. Еще раз говорю. Кто раньше встал, то ты зашел. Ну что, мне теперь не умываться, что ли? Жвачку зажуешь и, в принципе, играбельно будет. Это был полный ужас. Честно говоря, я до этого слабо себе представляла, что такое жить в общежитии. Потому что в душ я с утра так и не попала. Я, естественно, собралась кое-как быстро в попыха. Деньги, где деньги? Подай, пожалуйста. Хочу, я спать хочу. Никакой ни помощи, ни поддержки, вообще ничего. Свет. Знаешь что, свет сам выключишь. Еще и матрас не убрала. Следы оставила. Она же вроде разувалась. Пока в Челябинске Полина пыталась не опоздать на Юлину работу, в питерской квартире только начиналось ленивое утро. Ох, сложно какого. Чтобы его пожрать, да? Кроме яиц особо больше ничего не было. Хер на себе, да? То есть, ребят, кроме яиц ничего не было. Ну, мы так смотрим, вообще пустой холодильник, бля. Я что-то так догадываюсь, что эта баба далеко не подарок своего мужика. Мужик, конечно, вообще особая личность. Скажем, такое животное, называют таких людей невоспитанных. Ну, я так думаю, что и она тоже будет. Поэтому я решила сделать омлет. Выделываться дальше. Да, и при том, своему мужу я люблю готовить омлет. Так сложно. Зачем тебе плита? Плита это для слабаков. Берешь костер, разводишь на улице, и сразу на костре с угольком вкуснее так будет. Штулочка, наверное, она поджигает. Только слабаки плитой пользуются. Что так воняет? О-о-о! Готовлю есть. Включай, что ты делаешь? У тебя масло горит. Ну, блин, сейчас уже туда пойдут яички. Включай, вытяжь. Проснулся мужик с настроением. Как ты не в курсе? Я почувствовал запах гари, естественно, я испугался. И когда я забежал на кухню, я увидел, что сковородка на максимальном огне, а Юле хоть бы что? Давай уже заливай. Подожди. Давай, перемешивай, перемешивай. Крышку закрой. Не лезь ко мне. Выйди. Просто сковородка дурацкая. Она у нее внизу даже масло. Из-за этого и дым. Купи нормальную сковородку. Она есть. Где? Ты смотрела? Я не собираюсь там лазать. На будущее. Все, мне уже понятно по поводу... Ну, мужик ясно, что тоже тут такой подорванный, очень психически нездоровый чувак. Но я по ее ответам слышу тоже такая... Я не цемляюсь у нас здесь. Я не знаю. Все, это тоже потерянный человек. Твою мать. Ты адекватная? Эти слова меня, конечно же, выбищили. Но я понимала, что мне необходимо покормить их. Потому что в этой семье сейчас мама я. И в обязанности мамы входит как раз-таки готовка еды. Почему такая противная баба? Я это буду и не буду. Я уедусь на работу. И ты приготовь нормальный обед. Чтобы был борщ. И надеюсь, он будет нормальный. Надеюсь. И за ребенка следи. Я старалась для него. Я специально встала. Начала все это готовить. А он поступил просто, ну, как свинья. Плюнул в душу мне. У меня тоже лицо такое, знаете. С челябинскими барышнями. Когда интервью дает. Получить ответный плевок в борщ. Бля, бывает смотришь на лицо человека. Вот сколько бывает, обращаю внимание. Вот сразу видно, кто говно по жизни. А кто нормальный, позитивный. Не знаю, какой-то отзывчивый человек. Вот смотришь на некоторых людей. Бля, ну, честно, ребят. Я надеюсь, вы так же самое, как и я видите. Вы у меня тоже такие же психологи. Ты что, вытворожените. Ты что, ты что, жрать. Тем временем Полина наконец добралась до зоомагазина. Саша, обрати внимание на покупатель. Здравствуйте, а я вместо Юли. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Что, опаздываешь? Извините. Я не люблю, когда опаздываюсь. Извините. Надо вовремя приходить. У нас это все наказывается. Так, сейчас я вам выдам форму. Ага. Вот, фартучек. Как звать вас? Полина. Такой большой зоомагазин. Меня зовут Елена Владимировна, я старший продавец. Сейчас я вам покажу планы работы. Конечно, продавцом работать это вообще не мое. Так, Полин, смотри. Сейчас у нас вот эти вот стекла нужно все помыть. Открываешь снаружи и внутри. Здесь у нас удав сидит. Здесь хорек. Он может укусить. Надо аккуратненько. Ну и очень такой прыгучий он может сбежать. Тоже следим за этим. Если подходят покупатели, что-то спрашивают, достаем, показываем. Кроем птиц. Понятно? Сейчас я водички принесу. Вышнуть. Так. Стоп. Рукой прямо вот так придерживаем. И мой. Давай, давай, держи сама. Я не могу за тебя стоять. У меня это уже много. Ну это ты шоу вот так убирать? Серьезно? Это не столько сложная работа, сколько вот для меня она неприятная. Все эти грызуны и запах вот этот вот. Какая-то там подстилочка вот. Ну в общем, неприятно. Побольше всяких антисептических средств. И повязку на нос. Так. Что, ну я в первый раз иду? Удав. Что-то следнее, видимо. Что случилось? Он на меня смотрит. И что? Тазик прям бери, отодвигай. Давай, не бойся. Все, выдохнула и бери. А вдруг набросится? Не набросится. Ты резкие движения не делай. Успокойся. Давай мой. Так, Полина, берем стекло, берем руки и давай. Так, ты у меня тогда вечером будешь стоять. У нас много работы. Давай, давай. Я поняла, что я не люблю животных. Как до этого мне казалось. Сразу кричусь. Ну у вас же кошка есть дома. Что, уже все что ли? Кстати, его надо покормить. Сейчас покормишь, хорошо? Да. Кого, мышкой? Вот так приехала в Челябинск. Постигай суровые законы животного мира. Открывай дверцу. А еще и живую. Жалко мышку. Он сам поймает. С одной стороны их продают, с другой их на корм пускают. Давай, давай. Для себя я сделала вывод, что Юле вообще крупно не повезло. Потому что заниматься такими вещами, я имею в виду работой в зоомагазине, чтобы прокормить мужа, я считаю, что это просто недопустимо в семье. Тем временем в Петербурге Юля познает привычный животный мир совсем с другой стороны. Готовит временному мужу суровый челябинский борщ. Настя, ты умеешь борщ готовить? Мама тебе рассказывала, как она борщик делает? Папе своему нервному. Ребенок! Настюш, ты бойенький хочешь, солнышко моё? Спать пойдем? Нет. Ты кушать хочешь, может, еще? Когда я готовила борщ, мне приходилось еще и следить за Настей. И мне приходилось придумывать, как готовить борщ, который я не умею готовить априори, и следить за маленьким ребенком. Не, ну выглядит аппетитно. Он даже красный будет. Это победа. Суп на плите, и Паша как раз возвращается с работы. По привычке слой и голубой. А что муж растоит? Выбросить его надо, потому что... Почему ты не выбросила? Потому что я с ребенком здесь сижу вообще-то. Ребенок спал? Нет, не спал. Почему? Потому что не хотела. Должна спать уже. Пообедать она не должна? А ты еще не покормила? Нет. Когда он зашел на кухню, я сразу поняла, что он не в настроении, начинает придираться, с порога. Я решила по указанию мамы, в плохом настроении, папу накормить. Ну это не борщ. Ф*** это. Ты сама пробуешь? Ну я скажу так, что и чувак не сильно-то благодарный, все время наезжает. Типа тоже, ну, не алло. Ну и она сейчас такая знает, а мне насрать чувак. Это борщом назвать нельзя. Пресный, безвкусный, непонятно, что там лежит. Бэйба, поешь? Даже кота не едят. У него вот вообще с головой все в порядке. Я не коту готовила этот борщ. Мне стало безумно обидно за себя. Я не умею это делать. Если его жена привыкла готовить эту жрачку проклятую, если он любит ее только за жрачку, не надо было тогда ничего этого устраивать. Ему жил бы дальше своей женой, которая готовит ему жрачку. Бамбануло. Мне стало неудобно, что я довел Юлю до слез. И я решил подойти и замять эту ситуацию. Ладно, извините, слегка перегну планку. Пойдем в к***ю. Я старалась. Тебе вообще с*** на это. Ну ты тоже мне пойми, что я эмоциональный человек. А я нет, думаешь? Ладно, не сердись, прости. Сейчас заведем ребенка к бабушке, пойдем в кафе и нормально поужинаем и поговорим. Хорошо? Только из-за того, что я хочу есть. Договорились. Возможно, он просто испугался женских слез. По человеку видно, что он не понял, насколько сильно он обидел меня. В Челябинске у Полины тоже накопилось поводов обидеться на Ваню. С работы не встретил, продукты для ужина не кушал. А, сейчас дома будут разборки, стоп, а он мой не явился. Вот где он ходит? Я просто не понимаю. Уже вечер. Его нет, не позвонить, ничего. Он даже не поинтересовался, когда я приду. Не нужно ли меня встретить? Короче, это сейчас все приготовлю и буду ждать Ваню. На 11 квадратах масса вариантов скоротать время. Хочешь, на кровати посиди, а хочешь, посиди на кровати. Смотрю, ноутбук лежит. О, посмотрю какой-нибудь фильм. Открываю. Там на рабочем столе сценарий. Я открыла почитать. О, сейчас я его бомбаню, да? Привет. Что смотришь там? Я тебе ужин приготовила. Что, мой ноутбук? Ну, а что тут такого? Что здесь вообще лазишь, а? Я не понял. Я просто взяла сценарий почитать. Да мне вообще, что ты здесь читала? Незнакомый человек, который я знаю буквально день. Сидит, он ковыряет в каких-то моих вещах. Так, дом 2 начинается. Приготовили все чаек, еду. Внимание на экран. Ты, конечно, порвал. Я вот реально готов был ей стащить. Да твой ноутбук, ты что здесь лазишь вообще, а? Как ты со мной разговариваешь? У нас, по-моему, прочее. С мужем секретов нет, подруга. Да мне по-моему, что там с мужем. Не нужна, не нужна. Маданс, вы тоже забери. Да, так он психически больной. Ребята, это он на актерских курсах показывает, как показать такой гнев. Он так, знаете, если обратили внимание. Так, чтобы его разбить, так тарелка. Что это такое, а? Он что, что ли, лазит по моим вещам? Это нормальная ситуация. Сидит на моем диване, копается в моем ноутбуке. Бан, Баня! Баня! Боже, ты психически больной человек. Он меня даже напугал. Потому что у нас в семье такого нет, и я к такому не привыкла. Я была в страхе. И когда он ушел... Ну, как сказать, у тебя такого в семье нет. У тебя тоже мужик приходит, орает, начинает, и ты на дурочку улыбаешься. Ой, ты покушай, покушай, и все. Я думаю, фу, слава богу. Такой тоже подорванный. Ну, а Паша решил замять конфликт по-питерски интеллигентно, для чего пригласил временную жену в кафе на разговор. Слушай, ну, я хотел бы извиниться перед тобой, потому что ты пойми, что у нас с женой быть давно налажен уже. То есть у нас есть определенная обязанность, к которой я привык уже. Она привыкла. Не меняется ничего. Не скучно так жить-то? Бывает скучно. Даже часто скучно. А у тебя прям веселье дома. Сегодня я был выпуском «Молодцы». Мне скучно так жить. Не реагирует, как ты отреагировала. Она все мои выпуски, она сглаживает своим отмолчанием. И поэтому для меня немножко было сегодня удивительно, когда ты отреагировала. И, конечно, меня это завело еще больше. Блин, да как можно на это вообще по-другому реагировать, если честно? Ну, разные люди бывают. Бывают спокойные люди, бывают не очень спокойные. Мне стало их жалко. То есть это действительно безумно скучно так жить. Себя пожирает. Как будто-то поставила. Почему? Вначале решила, что в доме живут старики. Тихий семейный обед плавно перетек в вечер. Да и в челябинской коммуналке тоже тишина. Ваня после скандала так и не вернулся домой. Любовница. Не под вечер, не на следующее утро. Я давала уже, конечно, где-то ночевают. Где он может быть? Работать не работает. Друзей, я его не знаю никого. Здравствуйте. А вы случайно не знаете, где может быть Иван? Знаете что? Я слышала от Юли, что он ходит в каком-то центральное утверждение. А вы не знаете случайно название или адрес? Ну, хоть что-нибудь. Я знаю, что это находится на Кировке. В общем-то, улица небольшая, найдете. Ладно. Ладно, хорошо, спасибо большое. Другие сады, там красивее внутри. В чужой квартире, получается, в чужом городе, как вот так вот, можно меня оставить одну. Хорошо, что вот Лиля соседка, она мне подсказала, куда идти, куда бежать. В питерской квартире семья встречает утро в полном составе. Только Юле от этого не легче. Ведь Паша приготовил для нее не только завтрак, но и новое задание. Я так подумал, после вчерашнего, давай сегодня кухню возьму я на себя, а ты поедешь на квартиру. Скоро должен человек выехать оттуда. А, будешь убирать. Надо будет подготовить квартиру к его заезду. Поменять постельное белье, полностью все помыть. Унитаз помыть надо обязательно будет. А если унитаз чистый, мне же его можно не мыть, да? Нет, нельзя. Все должно быть чисто. Дальше. Я буду подписать договор с человеком с новым заездом. Завтрак, одевайся, ящу тебя вызову такси. Хорошо? Хорошо. У меня была злость на Пашу, потому что какого хрена я должна брать его работу на себя и идти это делать, когда его жена этим, по сути дела, не занималась. Какая она противная. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ключи. Спасибо. У нее эти взгляды противные. Ну, это испытание, стопудо. Как неприятно мне убирать за мужиками какими-то. Вообще, по-моему, если этим занимается муж, так этим он и должен заниматься, а не отправлять свою жену сюда. После этого я более детально просмотрела квартиру. увидела срач, который он оставил после себя. Ванная какая-то грязь. На полу везде мусор. Полотенце было измазано чем-то коричневым. Ну, карпет. Жопу утирал. Просто му... Я разве ради этого в Питер вообще приезжала? В деревне веселее было бы. Хотя бы мужики порядочные. Это унизительно. Для меня лично это очень унизительно. Кому унизительно унитазы мыть, а кому мужа по району искать? Извините, а вы не знаете театральная студия? Здесь есть где-то поблизости? Честно говоря, я не припомню такую. Спасибо. Извините, а вы не знаете, где здесь театральная студия? Это сейчас найдет. Нет, не знаю. Девушка, подскажите, пожалуйста, театральная студия. А здесь направо. Там, направо. Ага, спасибо большое. Смотрите далее. Да слушай меня! Жены диктуют свои порядки. Ты мне что, жена, что ли, чтобы я перед тобой отчитывался? Кому смена правил? Нифига, серьезно? А кому бои без правил? Рот закрой, я еще не договорил. Чем закончится неделя эксперимента? Ну, капец. Пока Полина ищет временного мужа по всему Челябинску, подающий надежды артист Иван Подшивалов тем временем, репетирует новую постановку в театральной студии. Я буду таять в ваших объятиях, растекаться по полу и шептать. Пупсик! Не нужно никуда таять. И вообще слезьте со стола, саромота какая. Ну, вам так только кажется. Я уже слышу биение вашего... Боже, это так вот сейчас актеры работают? Это же слышно, что это голимая постанова по голосу. Херово играешь. Вот мне всегда казалось, что вот если ты актер, то это должно быть как-то правдоподобно. Я не знаю, типа как-то вот... А не вот то, что я сейчас вот вижу. Ой, Баша! Мне нужно умереть! А-а-а! Серьезно? Там какая-то девица. За херово актеры. Какие-то откровенные сцены. Ну, с моей точки зрения. Я была возмущена. Возмущенная Полина решила устроить свой дебютный спектакль. Благо в заливан шлак. А кто эта баба, которая... Там же говорили за что? Что у него там есть какая-то там... Не помню имя, с которой там часто он... Я тебя дома, сижу, жду, а ты тут с девушками обнимаешься. Я в творческом процессе, не нужно мне мешать. Вот это вот твой творческий процесс, да? Вань, давай поговорим. Ну пошли. Вот так хорошо. Я хочу понять, как она меня нашла. Приперлась туда. Еще начала мне скандал, истерики. А начинал ты видео, интересно. Ну, коллеги отреагировали, конечно, с недоливанием, с таким, ну, непониманием, что-то произошло. Мне что, жена, что ли, чтобы я перед тобой отчитывался? Где я нахожусь? Пойдем сейчас спокойно все обсудим. Сейчас ты едешь домой, я заканчиваю репетицию. Приезжаю, мы с тобой поговорим. О Юле в Петербурге тоже предстоит разговор с новым арендатором квартиры. Здравствуйте. Hello. Send down, please. Договор. Нужно подписать. I don't understand what you're talking about. Сюрприз. Человека русского языка не понимает. Офигенно, просто. Просто супер. Чтобы, блин, как сказать-то? Чтобы там спа, здесь есть, надо подписать. What? Присаживайся. Это подставной, сто процентов. I. Напишу. Все за вас. Есть документ. What? Паспорт, лицо должно быть нарисовано. Паспорт. For. Что for? Что for? Что значит for? Офигенно. I don't understand. What the fuck? Where's Pavel? I call Pavel. Еще какой фак? Фак. Согласна полностью, что фак. Where's he going? Pavel, what the fuck? You give me one girl? I don't understand what he's talking about. Раздался телефонный звонок от клиента, который должен был вселяться. Клиент был очень недоволен. Мне пришлось срочно вызвать бабушку, потому что с Настей должен был кто-то оставаться и быстро ехать на квартиру. Hello. Выйди. Я сам сделаю. Делай, ради бога. I'm sorry for my wife. Okay. Крындеть. Я считал, что с этим вправится даже школьник. Ей ничего нельзя доверять, ничего нельзя поручать. Я тебе дал самое легкое знание. Просто подписать договор. Ты привел иностранца заселяться, не спросив у меня хотя бы умею, я с ним разговариваю. Почему я должен спрашивать что-то? Потому что это нормально. Да слушай меня! Пока ты... Не перебивай меня. Послушай меня сама. Не беси. Не беси. Я тебе еще раз говорю, что ты должен был спросить. Вместо того, чтобы меня поддержать, он поступил как чмо какое-то. Так, все, поехали домой. После того, как ты со мной разговариваешь, я с тобой вообще разговаривать не хочу. Не надо с тобой разговаривать, поехали все, давай. Обалдеть. Да. Юля, конечно, сумасшедшая. Устроить скандал на ровном месте, непонятно на чего. Но она любит факи тыкать. Я с ним просто не справилась и начала на меня набрасываться. С Полиной бы никогда такого не случилось. Полина у меня более спокойный человек, но иногда не хватает этих эмоций. В Челябинске Ваня вернулся домой, чтобы огласить Полине правила жизни с великим творцом. Что там, что там трэш. Без разрешения. Ты не ездишь, не выясняешь, где я, что я делаю. Не устраиваешь мне какие-то непонятные скандалы при людях, которых ты, в принципе, даже и не знаешь. Это я все поняла. Просто вот я понимаю, что если бы мой муж вот так вот бы, ну даже играл, но мне все равно вот это было бы неприятно, что ли, понимаешь? Все равно бы вот как-то вот какая-то ревность бы у меня, ну, была бы. Я, конечно, когда ее послушал, хотелось бы вот так сказать. Есть личная жизнь, а есть искусство. И как бы то, что ты сегодня там видела, в этом не вижу ничего плохого. То есть мы там, не знаю, не целовались с ней, там, она там не сидела у меня на коленках. То есть там элементарное поглаживание. Ты вон в метро так же едешь, там стоят люди, к тебе терутся. Как бы ты же при этом не начинаешь там ходить и говорить там, что перестаньте об меня тереться, как бы меня муж не поймет. Я просто пытаюсь вот себя поставить на место Юли. Мы вроде с тобой уже выяснили этот вопрос, я уже тебе объяснил. Мы еще эту тему будем усолить долго? Меня никто не понимает, я такая творческая личность. И это просто, это я знаю, что мужчина вот такой вот, он будет ходить и всю свою жизнь, просто искать других женщин и вот эту вот лапшу вешать им на уши. Возможно. Женскую интуицию не проведешь. Все остальное вопрос поиска улик. Оооо. Птичка, что это было сегодня в студии? Я за тебя переживала, думаю о тебе. Я вообще в шоке. Не, ну это какой-то ужас, это просто кошмар. Обеспечивает его жена, а он переписывается с другими девушками. Птичка. А вот Юля, вот это вот терпит каждый день, вот такой вот, извините меня, неадекват. Бля, ну короче, чуваки изменяют. Юля, в свою очередь, так натерпелась от Паши, что не стала дожидаться следующего дня, а устроила смену правил ночью в центре Петербурга. Паша, я не зря привела тебя именно в это место. Я уже три дня нахожусь в Питере. И ты ни разу мне не показал город. Итак, первое правило. Удивляй. А начать можно с меня, так как завтра у меня день рождения. Для меня это было потрясением. Могла бы сказать заранее. Мое второе правило. Поощряй. Все эти три дня, как бы я ни старалась, я слышала только упреки. С этого дня ты должен постоянно поощрять свою жену. Дари больше подарков. Говори больше слов нежности. Ты согласен с этим правилом? Да, я согласен с этим правилом. Держи. И мое правило номер три. Лучший папа. За эти три дня я заметила, что ты совершенно не занимаешься воспитанием своего ребенка. Ты должен уделять своему ребенку как можно больше внимания. И делать все, чтобы твой ребенок был самым счастливым. Согласен с этим правилом? Да, согласен. Первый раз Юля оказалась права. Я решил для себя, что я готов меняться. Полина в Челябинске терпеливо дожидалась утра, чтобы установить новые правила для Вани. Первое правило. Нет повода для ревности. Ревность, она как ржавчина, которая разъедает семейные отношения. Если ты хочешь сохранить доверие жены, поставь четкие рамки в общении с противоболожным полом. Что за правило вообще? Мне кажется, это вообще полная бредятина. Знаете, начитайте с книжек умных, потом каждый из себя психологу строит. Правило два. Развитие. Если ты хочешь стать профессионалом в написании сценариев, тебе нужно идти туда, где этому научат. Образование вообще не важно. Есть много людей, которые занимаются своим делом, которым они занимаются хорошо, без какого-либо образования. Ты принимаешь это правило? С натяжкой, но принимаю. Тогда предлагаю начать с выполнения правил незамедлительно. Ну, так уж и быть, ладно. Престыженный вчерашней выходкой с иностранцем, Паша решил загладить вину перед Юлей и с раннего утра приступил к выполнению правил. Юля, Юля, просыпайся. С днём рождения тебе, Юля. С днём рождения. Ой, спасибо. Пожелаю тебе всего самого хорошего, чтобы все твои мечты сбывались, все твои желания сбылись. А сейчас одевайся, мы кое-куда поедем, мне дадут тебе сюрприз. Окей, хорошо. Её праздник находится далеко от семьи, от своего города, от мужа. И я хотел создать для неё проезжую атмосферу. Да у неё муж такой, конечно. Потому что Тахо не собирался останавливаться, потому что помнил просьбу Юли показать ей петер. Пойдём. И тут я поняла, что моя мечта наконец-то осуществится. Я увижу красивые места Питера, потому что в нём их очень много. Запоминаюшись и проведу свой день рождения в этом городе. Нравятся кораблики, Настя? Смотри, какие красивые. И ты на таком кораблике. У меня ещё никогда не было такого дня рождения. Мне очень понравилось. Ну, Юля, не последний подарок. Ещё вечером тебя ждёт сюрприз. Ну, наверное, ужин какой-то, да? Ваню в Челябинске тоже ждёт сюрприз. Полина задумала устроить будущему сценаристу минуту славы, для чего пригласила его в местный литературный клуб. Здесь собрались твои первые слушатели. Они же будут твоими первыми критиками. Выскажут своё мнение о твоём произведении. Ну, я, честно говоря, распечатала сценарий. Чувствуешь, что они засынут, да? Допустим. Нет, конечно, мне это не понравилось. Я не знаю, откуда она взяла о том, что я не развиваюсь никуда, ничем не занимаюсь. Знакомьтесь, это Иван. В общем, я вам прочитаю небольшой рассказик, который называется «Я несчастный человек». Весеннее утро я спал, но мой сон нарушил крик сношающихся кошек, которые орали, как резанные. Удивлению моему не было предела. Удивлению критиков тоже не было предела. Выслушав творение мастера «Пера и слова», они ещё долго не решались высказать своё профессиональное мнение. Кто хочет первое высказаться? Что я могу сказать? Правда, несчастный человек. Несколько скучновато, много недоработок. Мне чего-то в финальной части не хватило. Немножечко не хватает какого-то смысла. Это чёрный юмор. То есть вы символы в свой рассказ не вкладывали? Ни скользочки. А жаль. Вот это ко всему можно так докопаться? Да на самом деле шатала я там эту студию, там собрались какие-то бездарь, что-то все толкают, какую-то речь, что я что-то там хреново пишу. Я просто не поняла. То есть ты пишешь сценарий для людей или ты как девочка записываешь дневник? Вот из серии «Что вижу, то пою». Без смысла вообще. Просто как я понимаю в этой семье, именно вот на сценарии, на его мастерство, очень многое поставлено на ко. Ничего хорошего ждать не стоит. Но Челябинской Ваня пока далеко. А в Петербурге у Юли продолжается день рождения мечты. Перед вечерним променадом Паша снова отвез дочь к бабушке. Карета подана. Красавчик. Серьезно? Да. Пойдем. Гулять-то гулять, день рождения-то день рождения. По-гусарски махнул рукой и заказал карету. Я вообще не верю, что я сейчас по ночному городу еду вообще в карете. Я никогда вообще не каталась, как в сказке. Необычно, да. Мы катались. Молодец. Мы смеялись, разговаривали. Была очень приятная атмосфера. В этот момент я чувствовала себя самой счастливой женщиной до света. У меня таких еще не было день рождения. Я рад, что тебе понравилось. Я очень старался, и мне очень приятно видеть твое настроение, твои глаза и твои улыбки. Мне муж просто никогда, никогда не делал какие-то сюрпризы. Очень сильно благодарна Паше за то, что он устроил для меня. Я знаю, что... Да у тебя муж такой, конечно. Не подарок. Простите, не было бы вообще. Я бы не был... Знаете, не исключено, конечно, что она такая стала жестокая. Или, я не знаю, муж, конечно, и она очень даже не подарок. Но если сравнивать, наверное, ее с мужем, то муж такой, похуже вариант будет. Каких подарков, ничего. Потому что муж бы этого не сделал. Сама все тащит. Он изменяет, не работает. Карета есть. Может, через несколько дней собственный муж станет принцем. Надо только верить в чудеса. Понятно. Наступил пятый день обмена. В Челябинске Полина не оставляет попыток перекроить жизненный сценарий Вани. Не вышло с творчеством, стоит зайти с другого фланга. У меня к тебе есть одно предложение. Только обещаю, что ты сначала меня выслушаешь. Давай попробуем. Идись ко мне поближе. Я хочу сделать небольшую перестановку. Ну, я думаю, это вряд ли получится. Ты сначала послушай, что я хочу сказать. Я хочу организовать кухонную зону. Вот здесь у нас плита стоит, здесь шкафчики. И сюда же поставить холодильник. То есть ты хочешь холодильник поставить вот сюда? Угу. Шкаф отсюда мы переставляем вот к этой стене. Вот диван, да, кровать мы перевернем вот в эту сторону. Мне хочется, ну, обустроить вот это вот место даже не для себя. Мне хочется, чтобы посторонним людям было угодно. А я понял, что она хочет сделать. Ну, что думаешь? Я думаю, что это плохая идея. Почему? Потому что здесь каждая вещь, она на своем месте. И тут, если какую-то вещь передвигать, это очень большой геморрой будет. Вань, ну, просто даже вот духовой шкаф не открыть. Ты только представься, как это будет удобно. Холодильника не будет, соответственно, я смогу спокойно это открыть. Ох, х**, мать. Здесь мои вещи лежат на моем месте. И теперь остановка, она мне тут вообще нахрен не уперлась. Вань, ну, ну... Чё, б***ь, не понимаю, что ли? Я тебе еще раз объясняю. Здесь будет все стоять на своем месте. Ты у себя в Питере там будешь расстановки делать. Здесь, б***ь, все стоит так, как я хочу. Вань, пожалуйста, не кричи на меня. Рот закрой, я еще не договорил. Я просто тебе предложила, тут ничего такого нет. Все, все, давай, давай без слез своих только, б***ь, б***ь. Начинаю пулить. Ну а что такое? Все, б***ь, отставить меня. Какой противный чувак. И в очередной раз скандал, и в очередной раз он уходит. Даже меня вообще не выслушал. Люди, которые там живут годами, не хотят сделать то, чтобы им самим было там комфортно находиться. Этого я вообще не поняла. Ладно, короче, давай ты успокоишься, и мы с тобой нормально поговорим. Я просто не понимаю, почему ты постоянно на меня повышаешь голос. Потому что ты делаешь все не по-моему. Здесь ты ничего делать не будешь. Вань, мне очень с тобой тяжело. Я не знаю, честно, не знаю, как с тобой живет Юля. Бывает. Но это уже твои проблемы. Я думаю, что вот в плане Вани, что он сам вдруг начнет меняться, вот этого ждать не стоит. Я думаю, что вот резко и кардинально должна начать меняться Юля. И уже подстраивать Ваню под себя. Видимо, питерский воздух действует на Юлю положительно. Подстроить под себя Пашу ей удалось всего за пять дней. Иначе как объяснить тот факт, что вечно занятой мужчина отправился с временной женой и дочкой в детский развивающий цикл? Ребеночкой заниматься. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. Очень хотим, чтобы вы нам показали, как правильно, как интересно занять ребенка. Как зовут ребеночка? Анастасия. Настенька. Привет, смотри, у нас тут такие листочки красивые. Я обратилась именно к профессионалам. Ну, чтобы мы получше ему объяснили, что ребенком можно и нужно заниматься. Мы сейчас занимаемся рисованием, потому что это самый естественный способ, чтобы и развить ребенка, и его воображение развить. Кроме красок, кстати, ему подойдет пластилин. Им тоже можно различные фигурки делать. Скажите, а она еще не маленькая для этого? Нет, тут возраст любой подойдет. Это развивает детскую моторику, мелкую. Если хотите, вы тоже можете принять участие. Вот. Да, ребенком надо заниматься. Я с этим соглашусь. Было видно, что Паша это в удовольствии. Он реально кайфовал, когда вместе с Настей рисовали. По-моему, Насте очень нравится. Да, она уже увлеклась процессом. Тебе какие цвета нравятся? Посмотри. Да? Тебе черные нравятся? Что-то ее, по-моему, на темные краски тянет больше. Очень странно. Для нее привычнее цвета вот такие темные. В этот момент я понял, что в первую очередь это наше с Полиной упущение. Насте не хватает ярких впечатлений в жизни. Ребенок должен все-таки испытывать яркие, радостные детские эмоции. Паш, кстати, я давно тебе хотела сказать, что у тебя дома ужасный стул под названием «Тяжелое детство» у ребенка. Посмотри, как выглядит адекватный стул для ребенка. Яркий, гладенький стульчик. Пожалуйста, обязательно купи ребенку хороший табурет. Престыдил меня прямо. Я очень на это надеюсь. Деваться некуда. Теперь Паша прямая дорога в магазин. За подарком для дочери. А где они? Вот они, да, детский стул? Да, это они. Да, смотри. Пластиковый такой. Да, мы хотим вот такой стульчик, да? Он не регулируется, да? Он собирается все обычное, да? Тебе нравится? Сядь, Настюша, сядь на него, посмотри по росту. Да нормально, в общем-то. Ну ладно, нормально. Все, берем, да. Все, Настюша, пойдем? Пойдем, стульчик купить. Терепимо. Я думаю, он не сильно дорогой, пластиковый. Паша с удовольствием купил новый стульчик Насте. Он прям сам обрадовался. По нему было видно, что ему он нравится. И в тот момент я наконец-то увидела в Паше заботливого папу, который до этого где-то прятался у него глубоко внутри. Не, ну здесь как-то все получше, чем дом. Финальный день обмена для Полины стал настоящим праздником. Экскурсия по Челябинску от Вани всяко лучше, чем приевшиеся виды коммуналки. Прохладно сегодня. Ну да. Но я на самом деле все равно рада, что ты меня вывел погулять, посмотреть на город. Потому что я то дома сижу, то куда-то бегу. Разыскиваю тебя. А так можно хоть немножко расслабиться, поболтать. Мы сейчас Стеллу прошли. Я могу сказать так, что эта девушка, она вообще не конфликтная. То есть я бы не сказал, что она орет там. Наоборот, она старается реально максимально сглаживать, не кричать, конфликты убирать и так далее. Это верблюд, герб наш челябинский получается. О, кстати, он там дед сидит. Можно рядом с ним загадать желание. Пойдем сядем. Ну мы решили в последний день сходить прогуляться, чтобы горы хотя бы посмотрели. Ты где-то за яйца поддержал? С воздухом, полной грудью. В Питере же нет такого. Может на колесо сходим? Слушай, я уже тысячу лет не каталась. Да, пойдем покатаемся. Мы прям сейчас почти на самой высокой точке Челябинска. Вообще круто, мне нравится. Ну, как сказать. Паша в это время сам приготовил еду и пригласил Юлю на прощальный ужин. Скажи, а как у вас дома решается вопрос конфликтов? У нас ничего не сгаживает. Мы ругаемся, мы пасихуем на друг друга, обижаемся. А из-за чего вы с нас варитесь? Ну, в последнее время чаще всего мы ругаемся на почве ревностью. То есть именно я ревную Ваню. В смысле ревную? Ваня ходит на актерский курс, я тебе рассказывала. И я не раз уже замечала, что... Не без причин она ревнует. ...с девочками, которые там тоже учатся, общаются, кокетливо. И преподавательница, то есть там, не знаю, Ваню задерживаем мы обязательно на полчаса после курсов. Тоже постоянно ему пишут, Ванечка, Ванечка. То есть была такая ситуация, он прочитал книгу какой-то момент, не понял. И тут же давай ей писать. Марину я прочитал Станиславского. Давай я с тортиком загляну, во сколько ты будешь в школе. А мне тортик, когда подарят. Скажи, а ты говорила с Ваней, что он уделяет преподавательнице больше времени, чем тебе? Я бы разговаривала, я напрямую ему говорила. Я истерила, я плакала. Он говорит, тебе кажется, это все не так. А ты как считаешь, тебе это кажется или все-таки что-то происходит? Не кажется. Я женщина, я ее чувствую, когда что-то происходит. Мне стало ее очень... Но при всем этом она это все терпит. То есть у тебя же тоже есть по факту вариант. Ты можешь, если ты понимаешь, что у тебя говно мужик. Ну, все, встала и ушла. Нет, извините, как бы я вот не так не могу. Я думаю, она вырастет и все поменяется. Вопрос еще трех-четырех лет, и она изменит свое отношение. Они не будут вместе жить. Что будет через 3-4 года неизвестно. Терпилы, я называю это так. А пока настало время семьям высоединиться и обсудить прошедшую неделю за круглым столом. Юля. Полина. Павел. Ваня. Очень приятно. Очень приятно. Так, ну, наверное, стоит начать. Начну я. Мне было очень тяжело первые три дня. Ты, Полина, очень сильно разбаловала своего мужа. За счет могу сказать, что она совершенно не умеет готовить. Она не смогла приготовить даже суп. Борщ был адекватный. Он бросил туда ложку, а потом сказал, что это такая хрень, и кинул его вот так на пол своему коту. А знаешь, что сделал твой муж? Он тарелку просто швырнул в меня. Заслужила. Ну, не в тебя. Служила. Она не заслужила. Никто не заслуживает того, чтобы в него запускали тарелкой. Там было все по делу. Она лазила в моих личных вещах. И она получила за это тарелкой. Вот для себя я вынесла то, что я стала больше ценить. Своего мужа. Что на самом деле это тот мужчина, на которого я могу положиться. Мне очень приятно это слышать. Благодаря Юле я понял, что все-таки я недостаточно уделяю внимание тебе и ребенку. Я решила его подтолкнуть на то, чтобы он брал инициативу как можно больше в свои руки. У него был хороший шанс все это порепетировать, так как у меня был день рождения. Что было? Во-первых, он разбудил меня с букетом цветов. После этого поехали кататься на катере. Я думала, на этом все, но нет. Ветером был царский подарок. Мы катались на карете. Юля, я тебе очень благодарна за то, что ты раскрыла в нем вот эту вот романтическую нотку. Прям, да? Этот проект мне ровным счетом не дал ничего. Не было ничего сказано. Почему? Я не удивлен. Старая тоже 500 раз перемыта. В общем, ни хрена. То есть вот все эти вопросы в плане того, что ты не работаешь, это уже все проговаривалось миллион раз. И с тобой, и с Юлей это все обговаривалось. И с мамой, и с ее мамой. Все мне уже тут посидели, поговорили на эту проблему. Юль, почему ты плачешь? Потому что мне бы хотелось другой жизни. Ну так бери меня, типа. Кто тебя держит с ним? Я хочу, чтобы мой муж зарабатывал, обеспечивал нашу семью. Мне так нравятся такие бабы. Вот кто меня смотрит, типа. Если вот вы видите, что у вас херновый мужик. Вы с ним уже не один раз общаетесь на определенной теме. Он вам изменяет. Вы это все понимаете? Бля, ну развернулась и ушла. Ну блин, жизнь такая одна. Найдешь кого-то. То есть невозможно найти что новое, пока ты держишься за старое. Не, блин. Я понимаю, что он говно. Я с ним тысячу раз говорила. Ну я буду с ним. Я баба терпила такие называю. Ну если ты баба терпила, что ты тонуешь? Ну тогда живи и радуйся такой жизни. Тебе мне больше что-то сказать не хочешь? Не понимаю таких. Речь толкаешь, аж на работу хочется бежать, деньги зарабатывать. Ваня, тебе доставляет удовольствие при всех сейчас унижать Юлю? Да. Как я ее гнизил, я ее как-то оскорбил. Ну она бы сказала свое мнение, что она хотела бы, а ты как бы все топчешь. Это неправильно. Я и до этого это слышал, для меня это не новость. Ему пофигу. Я очень рада, что хотя бы у вас все наладит. Да я тебя пойму, я только не могу. Не надо же тебя поддержать. Понимаешь? Юль, правда, я надеюсь, что Ваня всякий одумается, возьмемся в руки и всякий начнет как минимум поддерживать. Не одумается он. Это вам не произойдет никогда. Ну так вот, бери и бросай, и все. Ты еперный театр. Месяц спустя мы решили навестить пары, чтобы узнать, как изменилась их жизнь после проекта. Главу семейства Монаховых мы обнаружили за творческим занятием. Пойдем мы им рисунок покажем, Астюш. Пошли, бери рисунок в руки. Мы ввели в нашу семью правила, это называется «Папин день». Это тот день, когда я полностью уделяю свое время дочке. Мы с ней гуляем, рисуем, играем. Ну если это правда, то это круто. Покажи рисунок. Ай, какая гав-гав, красивая. Тебя тоже люблю. Умничка. Какая у тебя красивая гав-гав получилась. У нас произошли большие изменения. Во-первых, я думаю, что мы поняли, что по сравнению с семьей Вани и Юли, наши проблемы – это сущая ерунда. Еще мы придумали игру для всей семьи. Она называется «Ваза желаний». Мы вкладываем в вазу наши пожелания. И раз в неделю мы их вытаскиваем и исполняем. Картинг. Я тогда давно мечтал, покатался на тачках. А у меня кино. Так что с тебя романтическая комедия. Игра в желаниях могла разнообразить нашу семейную жизнь. Прикольно, что это правда. И я понял, что она мне еще ого-го. А я поняла, что мы энергичные, веселые, что у нас появилось больше эмоций, задора. В общем, почувствовали снова вкус к жизни. А вот рассталась ли челябинская пара? Или Ваня с Юлей смогли сделать выводы и сохранить отношения? Все, солнце на работу поехало. Ты на скольки сегодня? Я до девяти. Держим. Спасибо. Давай. Хорошего рабочего дня. У нас произошли глобальные изменения. Ваня устроился на работу. Теперь не я одна, а приношу домой зарплату. Это очень вовремя, так как мы планируем переезжать в другой город. Сейчас как раз откладываем деньги на это. Мы очень редко стали ругаться. То есть какой-то компромисс к другу находим. Мы стараемся сглаживать углы друг друга. Пойдем посидим, Саня. Посидим? Ну. На скамейку. В юбиленок? Ну да. Ну не знаю. В студию пока я перестал ходить, чтобы она лишний раз не нервничала, не психовала. Теперь все свободное время он посвящает мне. Мы вместе куда-нибудь ходим, отдыхаем, проводим время вдвоем. Ну как-то вы знаете, ну как-то так это постановочно звучит. Тут чувак вот вообще не хотел меняться, театральную забрасывать не хотел. И все. То есть сколько времени он занимался якобы там написанием сценария, нахрен отбросил, театралку теперь вообще не ходит, пошел на работу. Самое главное я поняла, насколько я люблю своего, задорожу им. И ценю его. В свое время я тоже понял о том, что у меня самая чудесная жена на свете, самая заботливая и милая. Очень ее. Не знаю. Не знаю, ребята. С радостью почитаю ваши комментарии. Верите ли вы вот часто вот эти вот концовки, которые показывают? У меня, честно, бывает, не складывается в моей голове, что вот именно так все кардинально меняется. Ой, он исправился. Теперь мы вот так живем. Он теперь не ходит там, не изменяет ни с кем на работу. Куда он на работу пошел? Сказали, он пошел на работу. Кем? Кем он пошел на работу? Не придумали, да? Типа, что придумать? Просто пошел на работу. А куда? Да сраки. Люди так схавают. Ладно, ребята. С радостью читаю ваши комментарии. С вами был Андрей Чент. Увидимся в новых выпусках. Всем пока.